Сегодня мы встречаемся с писателем-фантастом, с очень интересными живыми идеями и книгами. И мы хотим обсудить его работы, его творческие планы. Писатель Вячеслав Низиньков. Вячеслав, расскажите немного о себе. Если покороче, то по специальности, по образованию я инженер-строитель высотник. Это значит, ну, пишу, в принципе, где-то, наверное, лет с 15. Вот так. То есть пробовал пояси там писать, рассказики, небольшие стихи. Ну и на протяжении всей жизни, то есть, ну, писал что-то типа, может быть, юмористических прозы, юмористических стихов. Так, в стол, друзьям, знакомым. Ну, а конкретно, значит, писательство у меня получилось вот во время пандемии всеобщей. Значит, я участвовал в конкурсе. Там большой денежный приз был, а так бы я не участвовал. Ну, я сразу говорю, потому что я практик. Значит, конкурс был на рассказик. Сумма была хорошая, 200 тысяч рублей, значит. Значит, я думаю, за меньше я бы не пошел. Был рассказик. Рассказик я написал, условия поменяли, значит. Стал роман. Вот. Конкурс я, значит, не уложился. Ну, бросать жалко. Ну, решил попробовать что-то такое. Вот попробовал, значит, попробовал. Друзья почитали, вроде одобрили. У меня мама, значит, учитель литературы русского языка, ветеран труда, значит, тоже прочитала, сказала хорошо. Ну, вот и пошло, потихоньку пошло. Роман, значит, назывался «Познай себя. Шанс». Ну, цитата из, будем говорить, как из Библии, да, «Библейский текст», «Познай себя». Правильно, Борис, да? Библейский текст, да? Вот, то есть «Познай себя» – это Бог говорит, в принципе. Суть в чем, что, насколько я помню, Ветхий Завет, значит, «Познай себя», да, не старайся опознать Бога, не познай Бога, да, не лечь к Богу, проще говоря, опознай себя. То есть, роман, фэнтези, скажем так, фэнтези. Это не из Библии, это из греческой философии. Ну, я, по-моему, где-то встречал в первоусточниках. Это было уже еще до христианства. До христианства, возможно, возможно. Я спорить не буду, потому что я говорю, я, в принципе, поверхностно так. Ну, я изучал эту тему, ну, очень давно, значит, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Значит, спорить здесь не буду. На стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах была такая надпись «Познай самого себя». Я с ней согласен, в принципе. Здесь спорить глупо было бы, да. То есть, человек до сих пор не познал, не изучил глубины океана, вот, а уже там космос и все остальное. То есть, ну, так. Ну, в общем, суть какая, что, значит, фантастический роман был написан, да, но замешан на таком жизненном, веселом боевике, так вот скажем, жизненном. Значит, у меня на Литресе есть отзыв по этому роману, вот он первый там у меня висит. Значит, отзыв написал человек, я был очень удивлен. Я почитал, значит, его историю, что он пишет вообще. Ну, значит, он написал как фэнтези с человеческим лицом. Вот это, наверное, я согласен с этой формулировкой. Значит, наверное, так, да. Я почитал его, вот тоже советую зайти на Литрес, значит, посмотреть ради интереса, Борис. Хорошо. Значит, шанс там первый как раз отзыв и просто нажать на вот этот, значит, аккаунт, да, значит, что он пишет про всех. Там, ну, выражение близко к нецензурным. Человек очень давно пишет, а здесь такой отзыв, я был шокирован, в принципе, я только повесил, значит, на Литрес. Я прочитал, ну, будем так скажем, он мне дал немножко уверенности в себе. Вот. Давайте пройдемся по вашим книгам. Мы вот вчера обсуждали уже в частной беседе разные сюжеты, чтобы читателям было более понятно и легче произвести выбор, что прочесть раньше, что прочесть позже. У вас великолепный авторский сайт. Низенков.ру. 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 Да. Вот. И, соответственно, мы обсудили книгу «Познай себя». Мне очень понравилась ваша книга «Где взять лом?». То, что через тысячу лет необходимость есть, так сказать, развинтить болт, который не развинчивается. И вот на Луне ищут этот лом. Как вам пришла такая идея? Ну, опять же, я, наверное, черпаю последнее время, то есть, вот, лом там все, что-то такое юмористическое немножко, там, стихи и все остальное, значит, это все с конкурсов. С конкурсов и с рекламы. Значит, был конкурс на Литрессе, на фантастический рассказ. Значит, там у меня есть «Непознанная вселенная», это кусок нового романа «Продолжение шанса», значит, «Познай себя в прошлом». Вот, я выдернул оттуда две главы с разрешением администрации Литресса, вот они мне разрешили, что можно, и дал, подал на конкурс. Значит, в номинанты я попал, дальше не прошел, ну, и Литресс присылает, же он, извещает, присылает список финалистов. Ну, я так просто, наугад, тыкаю пальцем, значит, читаю. Ну, по-видимому, пишет, а конкурс проводил Роскосмос, Роскосмос совместно, значит, с Литрессом на фантастический рассказ. И этот рассказ должен был, значит, по условиям конкурса, эта книга облететь вокруг орбиты и попасть, значит, там на Союз, на МКС. Ну, и там денежка небольшая была, значит. Ну, значит, посмотрел я этот рассказ, прочитал, значит, ну, впечатление какое. Пишет чиновник Роскосмоса, какой-то женщина, значит, вот. Лунная база, что-то унылое, а ищут они какие-то там сухари, значит, что-то еще, что-то еще, вот. В общем, движение такое офисное идет, значит, офисное движение. Грустно мне стало, значит, так вот, ну, какая-то ветхость, пыль вот от этого, значит, рассказа, что-то вот такое. И здесь как раз, значит, апрель, день космонавтики, появляется в сетях у нас, значит, буран, который стоял в Казахстане, на котором, значит, написали, Юра, мы прилетели. А, мы приехали. Да, жестокая, жестокая шутка. Да, ну, жестокая правда, наверное, так правильно сказать будет. Ну, и, значит, вот на фоне всего этого возник вот этот рассказ. Я прям сразу сел, набросал, наверное, вот первую, значит, что лунная база, засиженное мухами стекло, но мух нету. То есть, и вы обратите внимание, там, значит, эпиграф, эпиграф, значит, он, по-моему, звучит, что будущее есть продолжение настоящего. Ага. Вот. То есть, что такое будущее? Будущее – это продолжение сегодня, да? То, что сегодня, то потом будет в будущем. Ну, вот, значит, возник такой рассказ, в принципе, про космос, про луну, про лунную базу, вот, и про лом, соответственно. Потому что, ну, лом на данный момент и до сих пор он актуален в России. Он до сих пор актуален. Ну, безусловно. Ну, безусловно, так было. Давайте обсудим следующую вашу книгу. На очереди у нас как-то раз «Детская фантастика». Это сборник рассказов, тоже очень интересная история создания. Расскажите ее, пожалуйста. Там «Планета Хачуха», другие рассказы. Да, там, значит, «Планета Хачуха», «Трамсбамс-29», «Первобытный мир Фау» и «Кактусы пришельцев». Ну, значит, как? Тоже я говорю, наверное, все это случайно получается. Мне написала в соцсетях моя одноклассница. Говорит, Слава, слушай, у меня любимые, значит, внучки, напиши, пожалуйста, сказку. Ты там что-то пишешь, включи их куда-нибудь в роман. Я хочу, чтобы мои внучки были героинями романа. То есть вот как-то у нее такое желание. Я говорю, Ира, у меня боевая фантастика, как я девочек маленьких включу, пишу. Она говорит, ну, придумай что-нибудь. Ну, я подумал, подумал, значит, а я хотел... А, и еще она, значит, добавила. Ну, вот я читал еще в детстве, помню, значит, «Приключения первобытного мальчика». Может, помните? Да, да, да. Вот, очень я тоже помню. Вот, как-то в то время у нас он был так развит, да, то есть был популярен. В жизни первобытного мальчика. Он говорит, вот, первобытного мальчика помнишь? Ну, да, помню. Ну, что-то вот такое вот типа. Это интересно. Я говорю, я пишу там «Космос», значит, корабли космические, а здесь первобытный мальчик. Ну, потом что-то, думаю, что, ну, планету какую-нибудь воткнусь, значит, в новый роман. Вот, там, первобытную. Ну, подумал, пишу, сделаю. И она дает. Я говорю, только я не могу назвать их Виктория, а девочек, значит, зовут Виктория и Марьяна. Я говорю, не могу их назвать так, потому что, ну, фантастические. Она говорит, ну, хорошо, она живет в Цюрисе, значит, в Цюрисе, значит, в Цюрисе, говорит, ну, первые буквы давай возьмем, значит, Фау, пускай будет, и как-то на Мэ, я забыл уже, второе имя. Вот, я говорю, ну, добро. Сел я писать эту главу сразу, значит, писал, 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 смотрю, у меня получается уже что-то типа, ну, что-то оно туда у меня не вписывается в фантастику вообще. Думаю, ну, ладно, напишу рассказ. Написал рассказ. Потом, думаю, ну, как-то уже что-то написал рассказ, он ни туда, ни сюда. Думаю, ну, куда его, как его девать, вот, думаю, надо написать, наверное, какой-нибудь второй рассказ, чтобы что-то было такое похожее. Ну, и, думаю, там, Марьяна и Виктория, значит, вот. Вот, и, значит, вот вторым рассказом у меня получилась планета Хачуха, где уже главной героиней у меня Марьяна и Виктория, значит, там город Свердловск, 70-е годы, вот, значит, футбол, 102-я школа, район Щерса, среднего Щерса, значит, район автовокзала. Надо отметить, что я жил через остановку трамвайную от этого места. Ну, мы земляки, да, Борис, в этом плане, да. На Щерса была парикмахерская? На Щерса была, ну, у нас как раз была, значит, почта. На Щерса и 8 марта угол. Угол, возможно, я не помню, ну, там как раз же остановка была, Щерса, 8 марта, трамвайная остановка, справа трамвайная остановка, слева, а Щерса спускалась на мост через Исеки, путь в парк. Я учился в 102-й школе, сначала в 109-й, потом в 102-й. А я в 70-й английской. Английской, ну, я потом перешел в 9-ю центр и учился уже в физико-математическом классе, 9-й Б класс был, вот. Потом мы уехали, уже родители уехали, я тоже переехал. Ну, в общем, два рассказа я написал, хотел опубликовать на литрессе, опять же, а формат не пускает, то есть мало пишут. Нужно больше там знаков, то есть нужно было тысяча знаков с пробелами писательских, вордовских, значит, а у меня что-то было половину. Ну, пришлось писать мне еще два рассказа. Ну, и вот, значит, так возникла, в принципе, книга. Я Ирине написал, говорю, тебе спасибо, вот тебе книга. Правда, в электронном виде надо ее послать, наверное, бумажную. Благодаря тебе получился сборник детской фантастики. И, кстати, он очень хорошо идет, очень хорошо. Особенно «Трамсбамс-29», ну, это очень популярный, я, в принципе, сам удивлен. Там коротенький рассказик. Ну, детям очень нравится. Кстати, у меня здесь одна читательница приезжала, наверное, недели две назад, значит, за книжкой. Вот, 8 лет по предзаказу. Они еще летом просили, как печатные выйду, значит, пожалуйста. Я выхожу, уношу ей книжку, она мне спрашивает, прям в лоб, подозрительно так присюрилась, говорит. А почему ты без шляпы и без очков? А почему должны быть шляпи? Не знаю, но, видно, может, там, сейчас же как там, может быть, телевизор, что-то, какие-то передачи, может быть, и тук, вот, наверное, у нее ассоциация какая-то, писатель должен был в шляпе, должен быть, вот, и, наверное, в очках. Я ей говорю, солнышко, ну, дома оставил, не подумал. Извини, в следующий раз вот приедешь, обязательно надену шляпочку, у меня все есть дома. Ну, это ее удовлетворило. Она вела книгу, уже все, подозрительно не смотрела, все нормально. «Непредсказуемая вселенная» сочетается по названию с моей книгой «Неопределенная вселенная», но у меня она серьезная по космологии, а у вас это фэнтези, о чем там? Я говорю, это не книга, это не книга, это просто две главы, две главы, наверное, может быть, даже полторы главы из нового романа «Познай себя в прошлом». Я его выдергивал, я перед этим говорил, значит, просто выдернул на лид-конкурс «Непредсказуемая вселенная» на лид-конкурс «Литреса». Ну, там фэнтези, то есть, а новый роман, вот этот вот, продолжение «Шанса», там «Космос», «Космические приключения», я, кстати, в детстве, с детства очень любил космическую фантастику, тогда было этого мало. Да, я обожал это вообще. Помните Булычев в «Пионерской правде»? Печатали его рассказы? Да, «Пионерская правда», значит, еще журналы были какие-то, я помню, я специально выписывал, родители просил, мне выписывали журналы, вот, «Детский пионер», по-моему, Бозурно, что-то еще было, вот, и там перепечатались вот эти рассказы всякие, значит, Уэллса там брали из рук в руки там два дня почитать и все. Да, да, да. Строго очень за этим следили. Как-то я говорю, вот, с детства любил, и здесь как раз мне предоставился, видно, жизнь дала мне такой шанс, вот, самому, значит, написать «Космос», «Космос». И вот, значит, вторая книга – это такой бурный космический боевик, «Космические войны», значит, ну, вот в этом роде. Ну, опять же, все, у меня, я вообще по жизни человек такой веселый, наверное, вот, люблю юмор, смех, там анекдоты, вот, все замешано на юморе, на жизни, ну, в общем, нормально, почитать можно. Он сейчас, кстати, на литресе висит в черновиках, я его публикую частями, значит, можно, кто хочет, можно почитать, там уже большая подписка у меня накопилась, вот, уже, по-моему, за сотню перевалило, вот, читатели, я не помню. Уже берут, 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 читают, читают потихоньку. Ну, вселенная всем понравилась, всем понравилась вселенная, вот, то есть, люди, в принципе, знали. Ну, а кто не помнит уже, я стараюсь напоминать в соцсетях об этом, вот, на своих ресурсах, то, ребята, берите, читайте. Вот, скажите, вы технический человек, какие у вас применяются двигатели для путешествий? Двигатели для путешествий? Ну, космических. Вы объясняете, как они туда попадают или нет? Ну, конечно, конечно. Я пишу, значит, я стараюсь, то есть, ну, как, у меня образ мышления, да, то есть, технаря, технаряд. То есть, я стараюсь всегда, то есть, почему, откуда, как, то есть, вот такое дело. Тем более, я работал по экспертизе много времени. Но вы тоже, вы высотник, вы тянулись к космосу, но не дотянулись. Нет, я к космосу не тянулся никогда, я высотник, мне этого хватило, мне этого хватило. Вот, когда смотришь сверху, и человек где-то, ну, миллиметров пять, вот так вот, то есть, ну, этого достаточно. Это откуда вы так смотрели? Ну, рабочая высота, я поднимался самое большее, это, по-моему, я не помню, двести, двести двадцать, что ли, или двести пятьдесят. Ну, это как телебашня. Это газовые, газовые трубы, вот, Комсомольск-на-Муре, там электропечи новые тогда ставили в те годы, новые цеха открывали, вот, и мы их как, я работал на Дальнем Востоке как раз. Ну, это сопоставимо с высотой средней телебашни, вот, в Екатеринбурге, в Свердловске начинали, так ее и не достроили же. Да, ну, я скажу как, элеватор сорок метров, вот так вот, да, то есть, высота огромная, вот, сорок метров, по-моему, Останкинская сколько, четыреста. А, почти полкилометра, да. Да, четыреста, но это, я поднимался и говорю, большая самая. Но Сторон-то тоже высокая башня. У нас Сторон-то многие годы она была самой высокой в мире, потом ее обогнали. Я вам скажу проще здесь, высота обычно как, то есть, как, ну, все же я проработал, высота после сорока метров, она уже не чувствуется, там, без разницы, сорок метров, сто метров, там, сто пятьдесят, двести, там, нету разницы. Значит, вопрос еще, как высотник, а, двигатели, да, двигатели, ну, то есть, я технологии не знаю, вот. Ну, хотя бы типы, разные типы, вы, вот, какой ваш любимый, за какими двигателями по-вашему будущее? Ну, я пишу, значит, сейчас вот космическое, вот это, значит, космическое у меня повествование, вот этот роман, значит, вселенная Луидзи, вот, это галактика, то есть, где она? Да, земляне не знают, вот, соответственно, да, то есть, вселенная, она необъятная, что мы видим, мы немного видим, вот, и у них технологии, значит, они, корабли двигаются на поглощение энергии космосу, так скажем, неопределенно, потому что я не специалист, я не могу говорить, значит, что там атомная энергия, там, еще какая-то, там, термоядерная. Это так называемая антигравитация, это энергия самого пространства временного континуума, за счет которой происходит инфляция, как считается, так называемая темная энергия, пока не найденная и не подтвержденная, но введенная, как когда-то Эйнштейном, как космологическое, постоянное. Опять же, это гипотеза, да, наверное, Борис, все-таки? Конечно, это гипотеза, да, но это так объясняют инфляционную модель расширения Вселенной. Дело в том, что в 90-е годы оказалось, что Вселенная не просто расширяется, как считают космологи, но расширяются с ускорением, что, по сути дела, противоречит, потому что она должна была бы замедляться за счет гравитационного взаимодействия или хотя бы оставаться постоянной. А для того, чтобы было ускорение, то получается, что есть некая сила, которая продолжает толкать пространство к расширению. И вот эту силу считают, ее называют по-разному, антигравитация, темная материя, темная энергия, темная материя – это другое. Вот. Ну и, соответственно, если она есть как энергия, то, наверное, каким-то образом можно получить к ней доступ. Ну, соответственно, да. То есть, ну, насколько я знаю в пульсе, вот, то есть, я этим интересуюсь по большому счету, то открыли, что черная дыра, черные дыры существуют в центре галактик, да? Конечно. И именно они осуществляют движение галактик. Конечно. Галактик закручивается по спирали и всасывается в черную дыру. А куда потом все это девается, никто не знает. То есть, мы не знаем, что такое черная дыра. Я был на конференции в Гарварде в 2006 году. И вот именно после этой конференции написал книгу «Неопределенная вселенная». Конференция была именно по гигантским суперчерным дырам в центрах галактик. В нашем случае она находится в созвездии Стрельца A с звездочкой, обозначают этот объект. И там были ученые, которые пытались определить ее массу. А массу можно определить, если просчитать орбиты звезд, близких к ней. И по скоростям движения этих звезд можно вычислить массу. И вот эта группа, там две группы ученых было из Германии и из Америки. Они в прошлом году получили Нобелевскую премию. И, соответственно, вот эти объекты – это не просто черные дыры, которые образуются в результате коллапса звезд в определенной стадии развития. А эти черные дыры – они миллионы, а иногда миллиарды масс Солнца. Ну, соответственно, чтобы вокруг них вращалась целая галактика. Они не засасывают всю галактику. Точно так же, как Луна, в общем, не засасывается на Землю, и Земля не засасывается на Солнце. Просто все вращается вокруг. Но вот как раз есть проблема, что, вопреки законам Кеплера и ньютоновской механики, в галактиках близкие звезды к центру и далекие вращаются с одинаковыми скоростями. В то время как в нашей Солнечной системе, по законам Кеплера, чем ближе к центру масс, тем скорость орбитальная больше, чем дальше от центра масс, тем она меньше. А вот в галактиках это правило не соблюдается. Это было открыто в 70-х годах астрофизиком американским с русским именем Вера, Вера Рубин, она недавно умерла. И с тех пор дала толчок предполагать, что существует темная материя. Не энергия уже, а материя. Некая материя, которая добавляет на минуточку 90% массы галактики. Но которая не открыта до сих пор. До сих пор не открыта. Это как девятая планета должна быть, а где мы не знаем, мы не можем разобраться в своей Солнечной системе. В своей Солнечной системе. Кстати, есть очень экзотичная теория, что может быть это не планета, а так называемая primordial black hole. Черная дыра маленькая, поэтому ее не... Я такое тоже где-то читал, да, попадалось. Честно говоря, это чисто спекулятивная теория. Вот. Да, действительно, все галактики вращаются вокруг гигантских черных дыр. Но если в черную дыру что-то начинает падать, то оно разгоняется с такими скоростями, что из-за трения этот газ начинает светиться настолько ярко, что такая черная дыра становится одним из явчайших объектов во Вселенной. Так объясняется свечение квазаров, квази-стеллар объект, которые были открыты, и раньше думали, что это звезды. Оказалось, это очень далекие, очень древние галактики, которые вот так сильно светятся. Вот. Да, безусловно, это интересно. Что космос, это та же самая религия, это бесконечный разговор. Как говорят, можно бесконечно смотреть на море, на огонь, да. И также можно разговаривать о космосе и о религии. Как вы относитесь к вот этой недавней новости о полете девушки, актрисы Персильд и режиссера в космос? Она очень широко освещалась, вот буквально несколько, уже неделю назад скоро они должны вернуться. Я волнуюсь. Знаете, я свою точку зрения высказал, значит, где взять лом. Вот. Мое отношение к Роскосмосу на данный момент. Ну, наверное, как и любого россиянина. Ну, почему такой негатив? Ребята, вот я помню, как наша с вами страна рухнула в 89-90 году. И тоже был сплошной негатив. А потом оказалось, что да, были заводы, были достижения, было столько важного. Да, действительно, жили как-то скромно, но весело. И вот этот негатив, он так разрушителен для страны. Чего вы на этот Роскосмос ополчились? Люди не гибнут, на орбиту летают. В течение 10 лет возили американцев, были единственные. Единственные были, кто туда летал. Мы живем здесь, Борис, мы живем здесь, да. То есть мы видим все своими глазами. То есть мы, как сказать, мы аборигены. То есть мы это все видим не с экранов телепередач, не с газет, не с каких-то источников. Какой-то там источник может правду говорить, может быть неправду говорить, да. Может там верить, не верить. Может кто-то где-то обмануть или нет, да. То есть, ну как угадаешь. Ну а глаза не обманешь, да, свои. То есть то, что мы видим своими глазами, вам эта информация в Канаде достается, значит, через какие-то источники. Может быть, правдивые, неправдивые. Первый канал? Ну, первый канал у нас смотрят бабушки. И то, наверное, уже не смотрят. Кстати, вот моей маме за 80 лет у нее смартфон. Недавно вот ей купили смартфон, значит. И она уже выходит в интернет и смотрит не первый канал. Ну тогда я вам должен сказать с другой стороны земли, что это у вас иллюзия, что у вас все плохо. Потому что у нас тоже все плохо. И иногда даже хуже. И получается, что проблема не в стране, а в мире. То, что наш мир неисправим, и он все через задницу у него. А когда вот живешь в одной стране и думаешь, что только у вас воруют, только у вас там карьеристы и прочие вещи, у нас тоже воруют. И у нас карьеристы. И многие вещи у нас даже не стесняются делать вообще или не делают никак. Вон это НАСА, агентство, специальное агентство, которое должно запускать космонавтов в космос, в течение сначала 10 лет пользовалось услугами Роскосмоса, а сейчас пользуется услугами частных компаний типа Илона Маска. То есть оно свою функцию вообще не выполняет, а при этом пожирает миллиарды и миллиарды долларов. Представляете, если бы у вас Роскосмос так себя вел? То есть никого бы не запускал вообще, а посылал бы их только через американцев. Ну, прикиньте. Как вам сказать, Борис? А при этом бы сжирал бюджета так, как обычно. Понимаете, нам есть с чем сравнивать. А с чем сравнивать? Нам есть с чем сравнивать. Тем, как было? Сегодня мы сравниваем с СССР, потом мы сравниваем, как говорят, с хлебными нулевыми. Да, вот, то есть нам есть с чем сравнивать, то есть люди делают выводы в сравнении, все приходит в сравнение. Ну, сейчас с коронавирусом по всему миру ужасный шок и страшные эти самые удары по экономике с тем, что случилось. Опять же, нельзя это все. Единственное, что я просто хочу сказать именно, я сижу на другой стороне Земли уже 30 лет. Я помню, когда я уезжал из Союза еще. Сколько лет было? Мне было 20. Ну, это очень мало было. Ну, я помню, я очень активно участвовал в жизни общества, потому что я работал на скорой фельдшером. Я общался с кучей слоев общества. От бомжей до очень продвинутых людей. Даже умудрялись находить иностранцев в Свердловске. Финна какого-то спасали. Вот. И таксисты, водители, все. И вот вся атмосфера была вот именно такая, что вот все плохо. То есть вот все плохо. Все ненавидели этот строй, ненавидели все, что там происходит. Не видели никакого будущего. Ожидали какую-то катастрофу. Кто-то с большим желанием, кто-то с ужасом. И очень многие думали об отъезде. Вот. И знаете, через некоторое время эта страна развалилась. Вот. И сейчас мне не хотелось бы, чтобы вы развалили ее снова. Потому что это иллюзия. То, что вот бардак и плохо. По всему миру бардак и плохо. Есть. Есть последнее, последнее, как бы, как не то, что не завещание, не стихи. Вот. А, по-моему, просто что-то. Жванецкого. Жванецкого. Который в 90-е годы, в 90-е годы очень жестко, да. Критиковал, смеялся. Вот. Вместе с Задорновым. Вот. Там колбаса, помните, да. 100 сортов колбасы. А у нас здесь там. Ну, то есть в этом плане. Вот. У него вот найдите и почитайте. То есть вот он человек, который сам негатив проявлял в те годы. А сейчас вот он перед смертью, да. То есть, ну, человек правду говорит перед смертью. Как вот он там, по-моему, родина, что ли, называется. Вот просто ради интереса. То есть вот вывод. Вывод. Чтобы не надо там... Жванецкий, кстати, никогда не был злым. У него все его вот эти сатиры на советские реалии, они... Они не злые. Они не разрушительные. Нет. Ну, опять же, высмеивали тогда. То есть мы это все помним. Тогда высмеивали. Высмеивали с экранов телевизоров. То есть все. Все. То есть юмористы, юмористы, скажем так, приложили массовую руку. Вот именно... Высмеивать, высмеивать по-доброму можно. Но вот зло относиться к собственной стране, это приведет к ее развалу. Понимаете? Вот. И реально ребята стараются. Запустили молодежь в космос. Все показали. Никто пока не погиб. Все чистенько, красивенько. Героичненько. Ну, в смысле, не от героина, а от геройства. Вот. Волосы у этой Персильд развиваются так вовсю. Красиво. Ракета такая длинная. Этот... Ваша мумия, как ее? Познер. Познер освещал. Освещал это событие. Я не знаю. Для меня было как праздник. Такое шоу. Прямо в эфире запустили артистку. И этого... Снимают фильм «Вызов». Знаете о чем? То, что на орбите заболел... Либо травма, либо заболел космонавт. И к нему шлют кардиохирурга-женщину. Вот эту вот Юлию. Я из этого посмотрел ее сериал про... О... Гурченко. Мне очень понравилось. Ну, вот. Мне кажется, надо позитивно смотреть. Ну, смотрите. Молодые люди. Новое поколение. Такие увлеченные. Такие талантливые. И она ведь не побоялась. У нее двое маленьких дочерей. Полетела в космос. Помните, как это... А кто... Борис... Кто она по специальности? Она актриса. Актриса? Актриса. Значит, страну делают инженеры, Борис. У нас их нет уже. Но воспевают их. Воспевают их актрисы. Ну, пускай воспевают. Но страну делают инженеры. Значит, это все уже порушено давным-давно. Одну минуту. Ну, ракета-то взлетела. Я сам видел. Борис, пускай она взлетела. Я вам говорю, как строитель, да, с 30-летним стажем, который работал экспертом, да, по федеральным объектам. Я правил на коленке, на коленке правил проекты на Олимпстрое. Проекты Олимпстрое я правил на коленке. Проекты. И в дальнейшем проекты жилых домов, жилых домов тоже. То есть проекты правятся на коленях. Вот строительная работа. А что у нас иначе? Два месяца назад во Флориде просто стоял и рухнул 12-этажный дом. Просто упал. Борис, что у вас, я не знаю. Я знаю, что у нас. Вот. Но и говорю, что раньше этого не было. Понимаете? Такого, ну, не было. Не было. Это дико просто. Дико. Для меня это дико. Для меня дико. Я пришел к выводу, что мир этот очень несовершенен. Он совершенно неисправим. И ничего в нем совершенного и абсолютного создать невозможно. И нужно быть нисходительным друг к другу. Вот именно это я в шансе и показал. Вот именно это. И потом продолжил, значит, во второй книге. Тоже именно это. Человеческая доброта, она должна победить в принципе. Безусловно. Это однозначно. Скажите, вот вы сидите на фоне планеты. Это планета какого типа? Это что-то типа, типа, не знаю. Но это не в нашей Солнечной системе, да? Это фантастическая картинка. Да. Нам всем очень хочется вот увидеть эти виды именно с поверхности планеты. Но Марс разочаровывает. Очень скучный пейзаж. Ну, хотя раньше писали, да. Жизнь на Марсе и все остальное. Ой, нас столько раз обманывали. Я помню, первая моя книжка астрономическая была 56-го года. Там писали, что на Венере джунгли и ходят динозавры. Где мои динозавры? Где мои венерианские джунгли? А, кстати, когда Королев запускал корабли проекта Венера, они реально не знали, какая там будет поверхность. И решали делать плавучее или твердую. И Королев своим силовым решением сказал, будем исходить из того, что поверхность твердая. А еще я интервировал человека, уже пожилого, который занимался картированием Венеры с помощью просвечивания облачного покрова. Благодаря этому многие годы у меня был глобус Венера. Понятно. Ну, вы, наверное, фантаст тоже, Борис? Что-то надо, наверное, писать. Вот что-то со мной случилось. В детстве, в юности мне это так было интересно. Но сейчас, я не знаю, видимо, из-за того, что те, кто пишут фантастику, они очень неграмотны. И я это чувствую, и поэтому не могу их читать. Ну, вы-то грамотный, вы технический человек. Но есть немало людей, которые вообще не имеют понятия об этих вещах. И, знаете, даже самая невероятная фантастика должна быть логична и укладываться хотя бы в жесткие какие-то рамки физических законов этого мира. Не так ли? Ну, соответственно, да. Взять же того капитана Нема, подводную лодку, которую до сих пор, кстати, не создали. То есть такую, как была у Нема. Очень, у вас очень мощные лодки, атомные лодки. Огромные. Там, я не помню, какого типа, но у вас очень мощные лодки. Борис, я говорю про Наутилус, да, который был со стеклом. Корабль плыл, Наутилус шел под водой, значит, и смотрели, что там впереди. Вот, то есть застекленный был. У нас сейчас такого нету. До сих пор нет. У нас есть батискафы, почему? Ну, мы говорим за корабль, а не за батискаф. Этого просто не нужно. Подводные лодки у нас военные, поэтому зачем нам нужны застекленные? Что там смотреть? Они в основном... Кому нужны военные, Борис? Кому нужны? Вам нужны военные? Мне не нужны военные лодки. Кому не нужны? Ну, как кому? Ну, кому? Ну, у нас эти агрессоры, военщины, капиталисты. Если у вас не будет лодок, вам это... Расчленят страну, поработят. Вас не были в школе. Борис, я вот это тоже, кстати, в шансе описал, да, вот эту теорию. Когда поработят, зачем нужны, значит, лодки подводные, стволы. Все началось с пороха, Борис. Все началось с пороха. А вы думаете, не поработят? Да нет, кому мы нужны, Борис? Кому мы нужны? Вот именно. Вы никому не нужны, а жрете ресурсы и так несправедливо занимаете одну шестую часть поверхности. На это уже давно точат зубы все, кому не лень. Это объективно. Ладно, эта тема, по-моему, не в тему нашу, да? Я говорю, политика... И сами начали. Вы сказали, что будущее определяется настоящим. Какое у нас сейчас настоящее, такое у нас и будет будущее. Поэтому это очень немаловажно. Вот это вот почитать, и как раз то самое будет. Вот там оконцовка самая нормальная. Расскажите нам о творческих планах. Я видел у вас огромную стопку написанного. Ну, значит, доделана вторая книга. Вторая книга доделана «Познай себя в прошлом». То есть это, я бы сказал, боевик космический. Где-то к декабрю он уже выйдет в чистовом виде. Сейчас он выкладывается на литресе. Можно его почитать. И после него, значит, я буду делать сборник юмористических рассказов. То есть туда войдет лом. Потом там Непруха у меня есть, по-моему, да? Такой рассказик небольшой. И еще наметки. Есть рассказов трех-четырех юмористических, таких больных и в тему. Больных и в тему. Просто их нужно сейчас развернуть. То есть сюжеты, в принципе, есть. Вот после, значит, выкладывания второй части будет сборник юмористических рассказов. А потом уже выйдет, наверное, последняя, третья часть. Третья часть «Познай себя». То есть я планирую делать тревогию. У меня даже есть эпилог третьей части уже готов. Чем все дело кончится. Вот так вот. Ну, это очень интересно. Это очень интересно. Еще раз хочу сказать, что мне очень нравится ваш подход. Хорошо оформленный сайт, четко выставлены книги. И еще раз хочу вам сказать то, что я в частной беседе сказал. Обязательно надо двигаться в направлении аудиоверсии. Вы идеально подходите. У вас простой, четкий язык, небольшие объемы. И это значительно расширит вашу аудиторию, потому что уже сейчас существует большое число читателей, которые предпочитают слушать. Я это знаю, да. Ну, мы говорили, да, на эту тему. В принципе, в дальнейшем это можно все обсудить. Я предлагаю вам выбрать книгу небольшого объема, и мы вам ее запишем. Это у нас совершенно недорого. Я сам начал записи много лет назад. Мне удалось записать у Валентина Гафта мои рассказы в 2007 году. Они долго пролежали, так сказать, без особого успеха. И вот однажды я их выставил на сайт аудиокниг и получил тысячи прослушиваний. И постепенно увлекся. И сейчас уже все, что я написал, озвучено. И это основной источник внимания ко мне как писателю через аудиокниги. Кроме того, я выставляю эти аудиокниги и на YouTube. И сейчас стало модным слушать книги не только на сайтах аудиокниг, но и на YouTube. Я в курсе. Замечательно. Я очень вам благодарен. Это была очень интересная беседа. Большое спасибо. Я вам тоже благодарен, Борис. Тоже большое спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok